Вот этого котика вы можете увидеть на бульваре, который переходит в каскад фонтанов. Сейчас они, правда, еще не включены. Рядом с Национальным университетом Кыргызстана. Территориально рядом здесь улица Фрунзе, на которой находится этот университет. Но он носит имя национального героя. А вот этот кот, смотрите, какие на нем необычные дырочки, как он сделан. Это, как мне трудно догадаться, это, конечно, пятнистый снежный барс. Почти исчезающий вид диких животных. Исчезают они по ряду причин, но в том числе потому, что нет кормовой базы, питаются они турами, козлами. Такому снежному коту нужно много мяса. И вот как здесь следует. Сейчас есть программа по его восстановлению. То есть он исчезает, его надо спасать. Ну а как спасать? Значит, например, в Северной Осетии, просто для того, чтобы эти котики размножались. Вес его где-то, кстати, 60 килограмм. То есть такой бараний вес, он не очень здоровый, он чуть меньше леопарды. Не говоря про ягуары, да. Но все-таки надо чем-то питаться. Говорят, что люди их истребили, потому что коты спустились с гор, с предгория и стали истреблять домашний скот, баранов, козлов и так далее. То есть для того, чтобы вот эти снежные барсы восстановились в природе, вначале надо восстановить поголовье туров, а вначале надо восстановить поголовье архаров, вначале надо восстановить поголовье снежных козлов. Вот такая вот история. И здесь я не уверена, что эта задача решается. А если снежному барсу, извините, нечего будет жрать, то и никакие программы его защиты, и никакие штрафы, за его шкуру, и никакие наказания за браконьерство здесь не помогут, потому что даже отстреливать не надо будет. Просто они вымрут от голода сами. Кыргызстан.